Автомобильная эстакада, соединяющая улицы Пионерскую и Запарина, снова мелькнула в сводке ДТП. Вечером пятницы здесь столкнулись кроссовер и малолетражная машина. В категории тяжелых аварий инцидент не попал по чистой случайности. Оба столкнувшихся автомобиля выбросила на встречную часть дороги, что грозило мощными лобовыми ударами. Обошлось. И Toyota Harrier, и Suzuki Swift ехали в одном направлении, спускались по путепроводу в индустриальный район. Управление 58-летний владелец кроссовера потерял на второй половине уклона. Вследствие энергичного торможения автомобиль занесло, и он начал беспорядочное движение, сопровождавшееся ударами, а ленточное ограждение и ехавший впереди иномарку. И впереди меня притормозила машина. Я тоже стал тормозить, но меня уже понесло. Вот там вот, видите, наличь такая. И меня понесло, вот я в этом, вон, сугроб видно даже, вон. Я туда, чтобы мне эту машину не зацепить, повернул. Меня понесло вот так вот боком. Я стукнулся об бордюр и вот так боком пошел сюда. 28-летняя автолюбительница, машину которой сбил с курса налетевший сзади Харьер, испугалась изрядно. Для нее это внезапно включившаяся карусель стала шоком. Малолитражный свифт закрутился и, словно составляя пару в этом танце кроссоверу, скользил с ним до другой стороны моста. Поехали в сторону Южного, по первой полосе. Водитель второй машины обгонял меня. Как-то на скользкой дороге произошел удар по касательной. Ну и машину вынесло нас с обеих, либо у меня одну, на мою машину, вынесло сначала на эстакаду. Произошел удар и нас развернуло навстречу. Вот по всей дороге нас покидало. Виновником этой аварии полицейские вполне ожидаемо назвали водителя Харьера. За счет его страховки дорожники восстановят развороченную стальную ленту, которая свою функцию выполнила на пять. Ограждение хоть и разорвалось, но машину за пределы эстакада не выпустило. По словам нарушителя, ехал он со скоростью не больше 50 км в час. С места происшествия Юлия Рябцева, Ольга Кошелева и Андрей Алферов.